Эксперты крупнейшей экономики Европы сегодня опубликовали показатели по внешнеторговому балансу Германии. В соответствии с последним отчетом Федерального бюро статистики, сальдо внешнеторгового баланса снизилось в октябре. Разница между экспортом и импортом Германии в октябре составила 22,5 млрд евро по сравнению с прошлым показателем в 22,8 млрд евро. За год профицит увеличился на 4,7%. С коррекцией на сезонность экспорт упал на 1,2%, а импорт снизился на 3,4% в октябре. Стоит отметить, что данные по экспорту дают представление о развитии промышленного сектора ФРГ, а импорт служит показателем внутреннего спроса. Таким образом, показатели торгового баланса играют важную роль в определении скорости роста экономики Германии. Чистый экспорт является составляющей немецкого ВВП. По сравнению с прошлым годом экспорт вырос на 3,3% в октябре. Несмотря на спад внешнеторгового профицита Германии, евро в среду укрепился по отношению к доллару США. В начале торговой сессии пара EURUSD выросла на четверть процента до уровня 1,0918. Единая валюта продолжает расти и во время европейской торговой сессии находится вблизи уровня 1,0940. Пара восстановилась от минимума вторника 1,0829. Многие аналитики утверждают, что мягкая монетарная политика дает свои плоды. Опубликованный отчет по ВВП еврозоны не подвергся пересмотру. Показатель вырос на 0,3% в третьем квартале. Реальный валовый внутренний продукт за первые месяцы 2015 года стал на 1,79% выше, нежели в 2014 году. Правда, пока аналитики отмечают, что рост евро, возможно, опять не будет долгим. Как говорится, поживем увидим в новостных выпусках канала ИнстаФорекс ТВ. Всего вам доброго и удачной торговли! До свидания!